Два коротких признания начальника строительства Ботенчука. Ему, например, понадобилось месяцев шесть. Она сложна по организации производства работ, людей, техники всей. Не так просто организовать сутки, смены, день, час работы стройки. Народ съехался со всех концов страны. Многие никогда ничего не строили, а приехали, решили стать строителями. Второе. Прошел слух, что приехал новый начальник строительства. Как в любом коллективе, как и всюду в мире, от подобной перемены каждый чего-то ждет. А если не ждет, то хотя бы видит повод почесать язык. Это, по-видимому, доставляет определенное удовольствие. И еще говорили, будто Ботенчук не повторяет дважды ни одного своего указания. А записных книжек или памяток не ведет и с собой не носит. Говорили всякое. Не осталось незамеченным, что Беляеву, секретарю парткома, стройки и другим руководящим работникам не приходилось заботиться, как иногда принято, об авторитете Ботенчука. Он утверждал свой авторитет делами. Ботенчук встретил, как он образно выразился, концентрированное партийное руководство. За Беляевым он стал наблюдать еще с первой встречи с ним в Казани. Подкупала искренность молодого первого секретаря, его неуемная энергия. А вместе с тем, заботясь о людях, Беляев, бывало, проявлял и резкость. Но Ботенчук понимал, резкость эта диктовалась той же заботой о людях. Для кипучего гнева Беляева, когда дело касалось человеческих судеб, не было никаких авторитетов. Что греха таить, попадало и ему, Ботенчуку, за недосмотры. Не безинтересен такой, например, эпизод. Вторник. Это день, когда все первые руководители города, районов, заводов должны принимать население по личным вопросам. В одни и те же часы, с четырех до шести. Шла очередная планерка в понедельник в восемь утра. Беляев оглядел зал. «Все на месте? Да, все. У меня к вам одна просьба – сократить свои выступления до минимума». Когда выступления закончились, Беляев спросил, присутствует ли в зале такой-то товарищ и назвал фамилию. Из задних рядов поднялся высокий мужчина лет за сорок, загорелое самодовольное лицо. «Я хотел бы, чтобы все на вас посмотрели. В зале несколько новых, прибывших на прошлой неделе, руководителей. Садитесь». И Беляев снова обратился к залу. «Товарищи, по поручению бюро горкома, партийная комиссия проверила выполнение решения о приеме граждан. О некоторых результатах сейчас нам доложат». «Мне хочется сказать, начала председатель партийной комиссии, знакомая всем сотрудница горкома, что в основном решение выполняется. Она подчеркнула – в основном. И всем стало ясно, что сейчас последуют детали. Но мы встретились и со случаями вопиющего равнодушия, формализма, хамства, если хотите. Все посмотрели в сторону человека, которого поднимал Беляев. «Вот, к примеру, товарищ, последовала фамилия. Приходим к нему. Приближаются часы приема. А его нет. Опоздал минут на двадцать. А приемная полным-полна народу. Наконец, является. Шагает к себе, ни с кем не здоровается. Мы за ним. Сказали, что так, мол, и так. Мы партийная комиссия из горкома. С нами ветеран партии. И представьте, это его ничуть не смутило. Уселся, снял сапоги. Секретарь принесла туфли. Он чинно переобулся, встал, прошелся. А тут женщина входит, вся в слезах. А он ей – ждите, пока пригласят. Все прерывает Беляев. Дальше не надо. Но председатель комиссии – женщина упрямая. Надо, Раис Киямыч. Потому что товарищ ее не то что не выслушал. Он ей даже воды не предложил. А сам, видите ли, кофе себе потребовал. Секретарша ему кофе на подносе. А он развалился, сидит, живот себе поглаживает. Беляев снова попросил товарища встать. Бросил взгляд на побагровевшего Ботинчука. Ваш зам, Евгений Никонорович, по быту. А вас я поднял снова, сказал он любителю кофе, чтобы увидеть, краснеете вы или нет. Но из-за густого загара не видно. Мне кажется, что вы не умеете краснеть от стыда, как Ботинчук. Товарищи, люди идут к нам на прием не от хорошей жизни. Часто они требуют от нас только правильного распределения того, что им положено от государства. И если имеются жалобы, значит, мы плохо работаем. И преступно наслаждаться, когда перед тобой плачут. Садитесь! С тех пор прошло много времени. Того зама давно на стройке нет. Но иногда всплывает в памяти этот урок. Весна 1979 года преподнесла сюрприз. Было такое половодье, какое бывает лишь раз в столетие. Двум временным поселкам, где проживало 600 семей, 3000 человек, грозило полное затопление. Но горком был на страже. Едва последовало сообщение о надвигающемся бедствии, как тут же был создан оперативный штаб по переселению людей. Не временное переселение, сказал Беляев на бюро, а переселение в новые благоустроенные дома. Выяснили тут же, в каких организациях имеется готовое жилье, где и как можно ускорить сдачу этого жилья. И за два дня были выписаны сотни ордеров. К вагончикам, по заранее составленному графику, подъезжали машины и перевозили жителей в новые квартиры. Разлив никого не застал врасплох. Сейчас, на месте, где когда-то теснились временные поселки, зеленеют деревья и цветут цветы. Там созданы теперь участки любителей садоводов. Эксперименты. Сколько их было проведено. Нет числа им, этим опытом, которые ставились впервые. Потому что впервые строился подобный город и такой огромнейший комплекс заводов. Возникали порой, казалось бы, тупиковые ситуации. Но в конце концов выход все же находился. Очень помогало, что во все годы строительства высшее партийное и государственное руководство постоянно следило за правильной работой его сердца. Предотвращало перебои и осложнения. Не раз приезжали на строительную площадку члены Политбюро Центрального комитета нашей партии. Практически не покидали строительную площадку руководители областной партийной организации «Татарии». Редко случалось, чтобы обоснованные просьбы не принимались во внимание. И, к чести челнинских руководителей, они не злоупотребляли излишними просьбами, завышенными требованиями. Беляев приучил своих сотрудников и внушал эту мысль всем, что нужно прежде всего смотреть, как используются данные, отпущенные, полученные, а потом уже протягивать руку за другим. В середине 80-го года возникла реальная опасность срыва сдачи объектов второй очереди КАМАЗа. И тогда Ботинчук, заручившись поддержкой Беляева, пошел на невиданный рискованный эксперимент. Но сначала несколько пояснительных слов. В горячие дни 70-го года с согласия правительства на строительстве КАМАЗа была установлена шестидневная рабочая неделя. И люди на это шли. Не было ни жалоб, ни хныканье. В таком режиме работали все. От рабочего, бригадира и прораба до Беляева, Ботинчука и генерального директора завода Васильева. К этому ритму должны были подстраиваться и многие работники республиканских организаций в Казани и даже некоторых московских учреждений. К этому ритму приспособились и фирмачи, участвовавшие в монтаже заводского оборудования. Их тоже было немало. Не секрет, что все с нетерпением ждали того дня, когда на Каме трудовой ритм войдет в берега привычной пятидневной рабочей недели. Этот день наступил, установилась пятидневка, и поначалу привыкшие к сверхнапряженному труду люди не знали, куда себя деть. Когда вопрос о пуске второй очереди КАМАЗа к 26-му съезду партии стал реальностью, и нужно было составлять не месячный, не дневной, а почасовой график сдачи отдельных объектов, экономисты выдали точный расчет. При пятидневной рабочей неделе к концу года останутся неосвоенными 32 миллиона строительно-монтажных, а следовательно, пуск второй очереди в срок невозможен. Батинчук издал приказ с 1 июля 1980 года перевести стройку на шестидневную рабочую неделю, вплоть до сдачи объекта второй очереди КАМАЗа. В министерстве ужаснулись. Распоряжения в адрес Батинчука шли одно грознее другого. Позвонил заместитель начальника главка. Отмени приказ. Не отменю, ответил Батинчук. Позвонил начальник главка. Отмени приказ. Не отменю, ответил Батинчук. Позвонил заместитель министра. Отмени приказ. Не отменю. Мы тебя потеряем как руководитель, если не отменишь, сказал заместитель министра. Потом искать будете, но не отменю, ответил Батинчук. Зарвался якутский князь. Подумал, видимо, министр, когда ему доложили об упрямстве Евгения Никонорыча. Он его знал давно, еще с тех пор, когда Батинчук заезжал в Москву по делам строительства в Алмазном крае. Тогда министр говорил, шутя, вот якутский князь пожаловал, примите его с подобающими почестями. Но, пожалуй, даже тогда не проявлял Батинчук подобного упрямства. Вызвать его сейчас же на коллегию и поддержать переход на шестидневку. Братчане когда-то тоже так решили. Пусть только Батинчук убедит в правильности своего поступка ЦК нашего профсоюза. Дежурная по депутатской комнате аэропорта Бегишева удивилась, когда увидела отправляющегося в Москву Евгения Никонорыча с огромным чемоданом. За все эти годы столько раз она провожала в Москву или в Казань начальника строительства. И всегда он был налегке, с небольшим портфелем. И вдруг такой чемоданщик. — Может, сдадим его в багаж, Евгений Никонорыч? — робко спросила она. — Нет, возьмем с собой в кабину. Он явно пользовался своими привилегиями депутата. — Так позвать, что помогли вам донести? — Никакой помощи не надо, сами донесем. И он кивнул настоящего рядом председателя постройкома. В Москве в раздевалке ЦК профсоюза старой гардеробщицы, которая знала Ботинчука много лет, не оказалась. А новая заявила категорично. С чемоданом нельзя. Сдайте его, гражданин, в камеру хранения. Ботинчук не растерялся. Это чемодан с ценностями. Показал свое министерское удостоверение личности и смело прошел к лифту. Пока гардеробщица опомнилась, автоматическая дверь лифта уже закрылась, а Ботинчук подымался вверх, сжимая ручку чемодана. В приемной председатели ЦК профсоюза тоже сделали большие глаза, когда увидели чемодан. Прямо с самолета? Да, прямо. Поняли, у человека и так забот немало. Зачем докучать? Он сел и стал ждать вызова на заседание президиума, держа руку на чемодане, словно боясь, что его сейчас у него отнимут. С минуты на минуту вас могут пригласить, Евгений Никонорович. А это поставьте в комнату напротив. Там никого нет, сказал дежурный секретарь кивнув на чемодан. Ботинчук сделал вид, что не слышит, а когда его попросили зайти в зал заседания, он быстро схватил свой багаж, и члены президиума, прежде чем увидеть упрямого начальника управления КАМ ГЭС Энергостроя, заметили вползающий чемодан. От содержимого чемодана Ботинчука зависел не только исход сегодняшнего обсуждения на заседании президиума ЦК Профсоюза, но и сдачи мощностей второй очереди КАМАЗа. Прежде чем отдать приказ о переходе на шестидневную рабочую неделю, Ботинчук долго обсуждал вопрос в Горкоме, в своем партийном комитете, не один час провел наедине с Беляевым. Потом зашел к своему близкому помощнику, главному инженеру строительства Владимиру Александровичу Альфишу. Поговорил с ним, попросил созвать совет бригадиров. 1500 бригад на строительстве КАМАЗа. Закаленные бригадиры и порторги бригад выслушали короткие сообщения членов совета. Мнение было одно. Нужно честно и прямо сказать о создавшемся положении, обсудить его в бригадах и только тогда принять решение. Составлять протоколы, посоветовал Ботинчук, и скреплять решения, будь они положительными или отрицательными, подписями всех членов бригад. Сказано, сделано. И легли на стол начальника строительства 1500 протоколов, 1500 собраний. Из 56 тысяч строителей проголосовали против перехода стройки на шестидневную рабочую неделю 5 человек. Именно эти протоколы были в чемодане Евгения Никоноровича. Приказ Ботинчука оставили в силе. Вторая очередь КАМАЗа была принята в эксплуатацию с оценкой «Отлично». И только тогда стройка вернулась в режим пятидневной рабочей недели. Когда возникла идея строительства нового завода мощных грузовых автомобилей, большинство его будущих строителей находились еще под крылышком у заботливых мам и бабушек. Стройки, как правило, и особенно такие грандиозные, дело мужское. Что же касается женщин, то чего греха таить. Забота о них отодвигалась пока что на второй план. Но за потоком молодых мужчин, как было всегда, двинулся поток девушек. То ли к любимым поближе, то ли в поисках своего счастья, своего берега в жизни. И прошло не так много времени, когда перед отделами кадров, размещенными по решению горкома в вагончиках на улице гидростроителей, встала в виде живой очереди проблема трудоустройства приехавших женщин. Потом загудела стройка от свадебного веселья. Аисты принесли на набережную Надежды десятки тысяч камазят. Ранним солнечным февральским утром Раис Беляев вышел убедиться лично, как убран город к предстоящей в 12 часов церемонии торжественного подписания акта о сдаче в эксплуатацию объекта второй очереди. По широкому тротуару проспекта Мусы-Джалиля навстречу ему шагали, не торопясь и что-то обсуждая, трое мальчишек. По росту и по ранцам за спиной, первоклассники. Беляев взглянул на часы, еще нет одиннадцати. Поравнявшись с ними, спросил, вы откуда? Из школы, ответили хором. А чего так рано? Мальчик повыше бойко произнес очень простые слова. Мы сегодня сдаем камаз. Мы сегодня сдаем камаз, повторили двое его товарищей. У секретаря горкома, не переставшего за суровые годы быть сентиментальным, перехватило горло. Да, вчера Лидия Викторовна Шилова, все идеологи камаза созванивались со всеми челнинскими учреждениями, школами, детсадами, больницами. Собрали актив и условились. Камаз сдают все. Нужно всюду объявить об этой победе, об этом торжестве. Мы сдаем камаз. Все его сдают. От малыша до ксакала. Сколько людей сопричастны к камазу. Кто их подсчитает? Раису Беляеву хотелось в этот день вспомнить обо всех. И прежде всего, о матери. Когда все это только начиналось, приехала в челны из далекой татарской деревни мать Раиса, Кариме. Не могла она не приехать и не посмотреть, как там ее любимый Раис. У нее одиннадцать сыновей и дочерей. Раис шестой. В тридцать пятом году родился. Гремели тогда над полями песни, объединенных в коллективы людей. Стало очень популярным слово «председатель». И муж Кариме, сельской учительки Ям, предложил назвать сына Раисом, что по-татарски означает «председатель». Мать Раиса приехала взглянуть своими глазами на место, где работает ее сын. Раис возил ее по пыльным дорогам, с кем-то переговаривался прямо из машины, останавливался перед глубокими ямами, вырытыми человеком, или перед горами содранного с земли чернозема и объяснял, что и где будет. Мало что поняла Кариме из объяснений сына. Ее пугала вся эта развороченная земля, тучи движущихся, невиданных ею до сих пор машин, экскаваторов, скреперов, бульдозеров, автокранов, паровозов, душили гарь и поднятая до неба пыль. Потом Кариме часто говорил односельчанам, что хочет дожить до того дня, когда сбудется все, о чем говорил ей Раис. И вот Беляев привез мать на сдачу главного конвейера. И если в первый приезд сюда ее оглушил надрывный рев моторов, то сейчас все было залито звуками радостных победных маршей. Да, звучат те же марши, что 9 мая 1945-го. Их разносил тогда подвешенный на столбе колокол громкоговоритель. Ее везли к автосборочному, и Кариме не узнавала ничего из того, что видела здесь пять лет назад. Другая степь, другая дорога и поднявшийся из ничего большой белый город. Утром Фая, жена Раиса, пересказала ей разговор, услышанный в трамвае. Молодая челнинская старожилка показывала город своей приехавшей погостить подруги. Ехали по мосту через Челнинку в новый город. Слепило яркое солнце. Новый город сверкал всеми своими высотными зданиями, школами и кинотеатрами, гостиницами, магазинами. Гордился недавно открывшейся картинной галереей. Вон она, там, наша третяковка, показывала женщина. Видишь, за тем рядом двенадцатиэтажных корпусов. Подумала и добавила, как бы для себя. Мне здесь всегда тепло, даже в стужу. И уютно. Кажется, что в каждый из домов могу зайти и встретить добрых людей. Утром, когда выхожу на работу, не нагляжусь, не нарадуюсь на свой город. Так и хочется взять в руки порошок и тряпку, мыть и чистить белые стены домов, чтобы сверкали еще ярче, чтоб ни единого пятнышка не было на них. Город был до того чистый и свеж, что Кареме, вспомнив слова Фаи, невольно подумала, наверное, люди вымыли Челны сегодня до восхода солнца. Что же это? Сон? Или в самом деле Кареме едет по широкому проспекту, а справа и слева выстроились невиданной красоты дома. Потом въезжает под огромную крышу. Сквозь переплетение железа льется нежный свет, а тени нет. И кажется, что здесь светлее, чем на улице. Вдоль свободной ровной полосы, теряющейся в глубине пространства, замерли, будто в Москве вдоль Ленинского проспекта, когда ожидали Гагарина, тесной толпой стоящие люди. Какие же они все молодые? Какие у них сегодня одежды? Какие лица? Но куда они все смотрят? А, да, на возвышение, где много портретов рабочих, и на широком полотне выведены крупные белые буквы. Туда идут сейчас парни и девушки. Через плечо у них широкие ярко-красные ленты. Такую ленту привез когда-то давно матери в деревню Раис и сказал, что это дается чемпионам-победителям. Так значит, эти ребята чемпионы-победители. Они подарят своим матерям красные ленты, как тогда Раис. Вот они выстроились плечо к плечу, смотрят на море людей, машут руками, улыбаются и приветствуют всех. И ее, Кареме, вырастившую для Камаза Раиса и еще троих сыновей, работающих здесь, улыбаются всем матерям и любимым, провожавшим когда-то своих родных сюда, на набережную надежды. Сверху, откуда льется свет, раздались никогда еще не слышные Кареме сигналы. Она могла их сравнить только с той музыкой, которую играют солдаты на трубах с флажками 7 ноября на Красной площади в Москве перед началом парада. Их по телевизору показывают. Она уже не оглядывалась, не смотрела на обступивших ее людей. Она не отрывала глаз от шеренги чемпионов и ждала, когда покажется Раис. Наконец, среди украшенных почетными лентами передовиков строительства появился Ботинчук Евгений Никонорович, сосед ее сына. Его Кареме сразу узнала. А вот и Раис стоит рядом с худым человеком в очках. Это Васильев Лев Борисович, генеральный директор. Васильев знает все, говорил сын, все до последней гаечки. Вначале Раис, а вслед за ним и другие стали говорить торжественные и взволнованные речи, такие, как на празднике. Шеренга ребят с лентами подошла к Васильеву. Строители передали генеральному директору большущий ключ, на котором написано КАМАЗ. И Васильев поднял высоко над головой ключ от КАМАЗа, от всего, что построено здесь. Вот он какой, генеральный директор Лев Борисович Васильев. Просто генерал, человек, который знает здесь все до последней гаечки. Васильев отдал ключ, стоявший чуть в стороне бригаде чемпионов, а вся бескрайная толпа зашумела, закричала «Ура!». Раис поднял руки, но люди шумели еще громче, и голоса раскачивались, как сосновый бор под ветром. И казалось, что зашатается сейчас и весь этот разноцветный железный лес с причудливо переплетенными ветвями. Не знала Кареме, что каждый ствол и каждая веточка в этом лесу имеет свое назначение. Беляеву удалось наконец успокоить людей, прозвучал короткий, большинству незнакомый сигнал, генеральный директор подал знак, и началось самое главное. То, ради чего приехал сюда сын Кареме Раис Беляев, приехали Ботинчук и Васильев, все это огромное множество людей. Металлический лес вздрогнул и бесшумно тронулся, поплыл, люди стали смотреть вверх, где под самой крышей плавно двигались чудные руки, захватывая и опуская детали. В самом конце свободного от людей проулка опустилась металлическая рама, и Васильев, а вслед за ним и Раис, взглянули на часы. Карема не знала еще, что будет дальше, но ею овладело чувство редкого волнения. Она пыталась сдерживать слезы, чтобы они не туманили зрение, не мешали следить за происходящим. Вдруг все разум вытянули руки вверх, будто указывая друг другу обнаруженную там звездочку спутник, ну совсем как внучата Кареме. Стоящая рядом с Кареме женщина шепнула «Знамя!» Да, как это Кареме не догадалась раньше, это же знамя, это оно колыхалось там в высоте, а сейчас опускается к людям и медленно плывет, подхваченный ими со всех сторон. Одетые в спецовке ребята по очереди подходят к знамени, что-то прилаживают к нему и пропускают вперед, а оно как зарево близится, притягивая к себе глаза всех собравшихся. Лицо сына, напряженное и озабоченное в начале торжества, озрено светом приближающегося чуда, потому что Кареме только сейчас поняла, то, что она и многие другие приняли за знамя, было выкрашенной яркой цвет кабиной первого КамАЗа, этого чуда, созданного руками людей. Знамя Челнов, первая его красная машина. Вот она уже сходит с главного конвейера, ребята заправляют ее горючим, и в кабину подымается первый экипаж, все смолкает, и через секунду раздается первый сигнал первого КамАЗа. Его подхватывают сотни усилителей, возвещая о том, что на дорогу Родины вышел знаменосец КамАЗов. За ним пойдет неостановимый поток. Все телефоны в кабинете Беляева были переключены на секретаря. Один лишь аппарат, белый, с выпуклым изображением герба Советского Союза на диске, никогда не переключался. И сейчас зазвонил он. Раис, я. Здравствуй, родной. Московский друг Раиса, прежде никогда не звонивший по этому телефону, объяснил, что он в приемной у своего руководителя. Слушай, родной. Он откашлялся. За успехи, достигнутые при строительстве второй очереди и освоении мощностей Камского объединения по производству большегрузных автомобилей, присвоить звание героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали серпа-молот Ботинчуку Евгению Никонорычу. За бессменное руководство партийной организации набережных Челнов, обеспечившей строительство заводов и города на Каме, наградить первого секретаря набережно-челнинского горкома КПСС Беляева Раиса Киямовича вторым орденом Ленина. Поздравляю тебя, родной мой, и передай мои поздравления, он стал перечислять фамилии. Раис стоял с прижатой к уху телефонной трубкой, и перед его глазами ожили, приобрели реальность, висевшие в кабинете схемы города и заводов. Просторные проспекты и жилые кварталы, школы, детские сады и дворцы культуры, стадионы и бассейны, магазины и кинотеатры, заводские корпуса, а с двух лент главного конвейера выбегали на дороге страны колонны ярких камазов с зажженными фарами. Все ожило, дышало, работало. В памяти секретаря горкома возникли образы тех, кто вдохновлял, помогал и шел локоть к локтю с ним все эти годы, работники Центрального комитета партии, проводившие дни и ночи на строительных площадках, сотрудники обкома партии. Перед ним вставал во весь рост образ велик Родины. Битва за КамАЗ длилась 4081 день, и первый секретарь горкома все эти дни был здесь. Что бы он смог без них, чьи лица одно за другим вспыхивают сейчас в его памяти. Герои труда, депутаты, орденоносцы, просто камазовцы, люди с набережной надежды.